Правительство Приморья будет индивидуально сопровождать предприятия региона, которые трудоустраивают ветеранов боевых действий, в получении региональных мер поддержки. Одной из таких компаний можно считать автомастерскую Вадима Чижикова, индивидуального предпринимателя и полковника запаса. Это одно из очень многих предприятий, находящихся в Владивостоке на улице Снеговой, которые занимаются автосборкой и авторемонтом. Но выделяет это предприятие то, что предприниматель трудоустроил большинство сотрудников, у него работающих, это ребята, которые были у нас на СВО. И это очень ценит региональное правительство, это показывает социальную ответственность бизнеса. И, соответственно, по указанию губернатора, который был здесь на прошлой неделе, мы большой делегацией экономического блока посетили этого предпринимателя для того, чтобы помочь, подсказать, сопроводить получение мер региональной поддержки. Среди таких мер доплаток зарплаты в размере 30 тысяч рублей в течение 12 месяцев для работников предприятий, в коллективе которых насчитывается более 70% ветеранов СВО, возмещение затрат на содействие занятости участников СВО, льготная аренда имущества и другие. Это дополнительные финансовые меры поддержки бизнеса, касающиеся развития. Это льготный лизинг, это льготное налогообложение для социального предпринимателя под 1% годовых, это льготные кредиты под 5% годовых, что в 3-4 раза ниже рыночной ставки. Сейчас рассматривается возможность дополнительных мер поддержки, касающихся обеспечения заказами со стороны государственных и негосударственных организаций. Я вас очень радую, что предприятие развивается, через два месяца открывается новый цех, будут набраны новые сотрудники, ну и мы будем сопровождать и гордиться тем, что в Приморском крае работают такие предприниматели. Напомним, что в Приморье развернута большая работа по оказанию помощи в трудоустройстве и социальной адаптации, переобучении, психологической и юридической поддержке ветеранам специальной военной операции. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.